Уважаемые участники нашей группы, сейчас мы находимся на месте, где произошло возгорание около часа назад. Сейчас подождем, пока чуть больше людей подключится к трансляции. Вы видите, сейчас пожарная машина здесь стоит, здесь машин спецслужб. Как вы видите, уже отчасти завершено тушение. Это у пожарных заняло чуть менее часа, около 10 минут ушло на тушение возгорания в 21-й школе. Там возгорание отчасти незначительное. В кафе, именуемом кафе «Престиж» возгорание было более сильное, сейчас оно уже практически локализовано. Вот вы видите уже остатки буквально очагов пламени. Это улица Красноярская. Здесь произошел пожар с начала возгорания в 21-й школе, а через некоторое время загорелось кафе, именуемо в народе кафе «Престиж». Здание, которое от него, так сказать, осталось. Данное кафе очень сильно выгорело, порядка 40 минут было его тушение. На данный момент уже идет последняя стадия. Завтра мы покажем в сюжете, конечно, как это было. Огонь был очень сильный. 21-й, да, скорее всего, это поджог. Ну, по крайней мере, так говорят очевидцы, так как в двух местах один за другим произошло возгорание. В 21-й школе, насколько нам известно, было разбито окно. Ну, более подробно завтра в сюжете, с комментариями очевидцев, с комментариями спецслужб, естественно. В школу дети пойдут, в школу дети пойдут. В помещении, в котором произошло сгорание, ну, никто не учился, это было закрыто. 21-я школа сгорела не так сильно. Не так сильно, то есть, ну, практически пострадал кабинет, который и так был закрыт. Вот, тушение практически завершено сейчас, я уже говорил. Это движение пока еще перекрыто, но вскоре будет оно открыто. Гореть начало приблизительно в 9, в 9.05, 9.03 где-то, то есть, в 10 часов вечера поступили сообщения на пульт пожарной охраны о сгорании в школе. Ну, горело, я уже говорил, грело порядка 40-50 минут в общей сложности. Школа горела недолго, порядка 10 минут ушло на все тушение. Больше очаг, конечно, в кафе «Престиж», если его можно так назвать. Это город Канск. Да, это город Канск, это не Махачкала. Больше пожара, можно сосредоточиться, да? Ну, очевидцев самого поджога, пока о них нам неизвестно, что были какие-то очевидцы поджога. Просто уже люди видели факт дыма. Пожарные, по нашим данным, приехали весьма быстро. Серьезное повреждение, еще раз говорю, в 21-й школе нет. Ну, кто поджог, конечно, неизвестно. Естественно, в новостях будут подробности. В 19.05 завтра на телеканале «Звезда», в 19.30 на кабельном канале «Туканский». Соответственно, все это будет. Для тех, кто только подключился, бывшее кафе «Престиж», это улица Красноярка и 21-я школа. Практически одновременно были возгорания. Вот, 21-ю школу можно сейчас показать. Плохо видно, но вот она стоит. С ней, в принципе, все в порядке. Пожар был с торца здания. Он закрыт. Да, который закрыт. Ну, риторг вроде бы на месте. Это город Ханск. Ну, судя по всему, не электричество, так как два возгорания. Продолжение следует. Продолжение следует. Пойдем туда, где загорелось. Школа. Сейчас мы идем к 21-й школе, где, собственно, было возгорание. Вы увидите своими глазами, что там. Хотя, видно, будет плохо, так как там темно. Вот сейчас осматривают именно эти последние окна. Были возгорания у них. Сейчас здесь работает полиция. Прошу, это какое окно закинули. Какое закинули. Прошу, это какое окно закинули. Скорее всего. Какого-то двигателя не было. Да. Люди работают. Не будем мешать. Вот сейчас смотрит полиция, потом ближе подходить не будем. Но вот последние три окна с торца здания. Именно здесь вот произошло все. Выходного завтра учеников не будет. Скорее всего. Старая Волга уже бомбы. Ну, еще раз напомню, да, что было. Последнее встанем. Вот движение пока еще перекрыто. Если будете двигаться по улице Красноярска, имейте это в виду, вам придется ехать в объезд. Объезд малоприятный. Ну, думаю, да, на этом мы завершим нашу трансляцию. Спасибо, что смотрели. Подробности, как мы уже говорили, завтра в вечернем выпуске новостей. Телеканал «Звезда» 19.05, 19.30. Это кабельный канал «Твойканский». Смотрите нас также в сети, в нашей группе. Не забывайте заходить периодически, потому что всегда происходит что-то интересное. Мы всегда на месте событий находимся. Теперь скажите мне, как ее выключить. Вот петь.